В Черкассах не хватает карет скорой помощи. Из необходимых 28 машин в наличии только 18. Да и те уже не выдерживают нагрузок. Медики неоднократно просили чиновников обратить внимание на эту проблему, но возникла коллизия. Станция хоть и обслуживает город, но уже четвертый год как перешла в подчинение области. Так кто же поможет медикам, выясняли наши корреспонденты. 83 года женщина, болит сердце, трудно дышать. Такие вызовы диспетчеры Черкасской станции скорой помощи принимают каждые сутки около 300. А в период пика заболеваемости у РВИ количество выездов доходит и до полутысячи. Шутку работники неотложки даже называют себя спринтерами. Но если у людей между сменами есть возможность передохнуть, то техника работает беспрерывно. После каждого выезда Василий обязательно осматривает свой автомобиль. Машина хоть и новая, но пробег дает о себе знать. 163 тысячи за два года. Расклад такой, человек отдыхает, автобус не отдыхает. Сели и поехали, сели и поехали. Из необходимых 28 коррек скорой помощи в городе работает только 18. Да и те едва не через день становятся на ремонт. То, что машин не хватает, это полбеды, говорит руководитель. Помещение станции осыпается буквально на глазах. Что видно же. Ну вот в таких умовах. Проходится бригадам, чекать вы. Ну хороший, классный, евроремонт. Четыре года назад черкасская станция скорой помощи перешла в подчинение областного центра экстренной медпомощи. Но только люди и техника. Старое помещение медики до сих пор арендуют у города. За 15 тысяч гривен в год. Руководитель центра уверяет, не раз просили город на условиях софинансирования с областью обновить автопарк станции. И сделать ремонт, ведь работают преимущественно с горожанами. В прошлом году черкассы выделили 400 тысяч гривен. На замену окон и водопровода. Я не могу сказать справедливо или нет. С точки зрения розума – нет. С точки зрения бюджета – возможно. На этой неделе городские власти услышали медиков. На очередной сессии горсовета депутаты почти единогласно проголосовали за выделение денег на ремонт помещений станции и закупку карет скорой помощи. Оно разгадается в каждой комиссии, выносится на сессию. И тогда можно четко сказать – купим две машины, купим четыре машины. Впрочем, на той же сессии депутаты проголосовали и за обращение к Верховной Раде о самороспуске горсовета. И возможно, что утверждать смету черкасской станции скорой помощи будет в скором времени некому. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкассы.